Приветствую вас. Давайте разберем наш вопрос. Подскажите, пожалуйста, пишите, что ему не хочется обниматься и целоваться. Я вам не подойду и ни поцелую, ни обниму, он даже не почешется. Не ведет ни на какие уступки, ведет себя как сухарь. Очень важно здесь понимать, всегда ли был таким ваш мужчина, когда он стал таким после каких-то обстоятельств, либо после какого-то времени, проведенного в бряке. Если он был всегда таким, то вряд ли он изменится, пока нет на это, ну, образно говоря, с его точки зрения необходимости. То есть понятно, что эта необходимость может быть для вас, но вот для него такой необходимости может и не быть. Поэтому здесь, я бы сказал, не совсем понятно, всегда ли он был таким или как бы он стал таким. После каких-то вот событий в вашей жизни, например, там, после каких-то потрясений, после каких-то происшествий в вашей жизни и прочее. Либо здесь есть другой момент, что вы все время ожидали от мужа, что он будет ласков, нежен, а он как бы не становится более ласковым, более нежным и вам в какой-то момент просто надоело это делать. Так же, очень важный момент заключается, на мой взгляд, в том, что вы целуете и обнимаете своего мужа для себя, а не для него. То есть вам не хочется дать мужа ласку, или поцелуи, или нежность, или заботу. Вы обнимаете его, чтобы получить нежность самой. Мне кажется, что в этом нет направленности на человека. Я не к тому, что она должна быть, я абсолютно не к этому, вот. Я скорее к тому, что вы сами себя обманываетесь здесь, когда обнимаете кого-то в надежде на то, что, ну там, словно вас обнимутся, броши, броши, броши. Вот. То есть обнимая или целуя своего мужа, вы пытаетесь получить от него какой-то ресурс. Вот. А при этом почему-то этого ресурса нет у вас. И что это за ресурс? Вот, например, мой коллега, один из коллег, которые ответили на ваш вопрос, говорит о том, что у вас эмоциональная проблема. Лично эмоциональная проблема, проблема. Как бы, я говорю о том же самом, ну, только немножко другими словами, да, вам не хватает, вы чувствуете нехватку ресурсов в себе. И пытаетесь получить этот ресурс от мужа, но почему-то у вас, почему-то у вас его не хватает. У вас самой его нет. И для меня очевидно, что вам можно помочь себе найти ресурс. Для меня это очевидно. Помочь вам найти ресурс в себе и, соответственно, вы не будете нуждаться так остро в, ну, вот в ласках, в внешности в работе своего мужа. Возможно, вам будет проще давать ему какую-то нежность. Возможно, вам будет проще, не знаю, проявлять к нему нежность. Вот. Понятно, что здесь, конечно, многое зависит от вас, да, и, может быть, вы не захотите этого делать, но, по крайней мере, посмотреть в этом направлении, мне кажется, имеет смысл. Да. Вот. Вот. Дальше. Вот. Вот, на мой взгляд, еще важно, чтобы вы посмотрели бы на то, как вы себя чувствуете, когда... мучь к вам, ну, вот, ну, не проявляет вот нежности в ответ. Как вы себя ощущаете в этот момент, в этот момент, если вы увидите то, как вы себя чувствуете именно в этот момент. то, вполне, вполне может быть, что вы получите для себя такую вот потенцию, можно сказать, для развития. для шагов вперед. Следующее, о чем вы говорите, вы говорите про то, что не идет на уступки. Вот. А, не совсем я, честно говоря, понял здесь, о каких уступках это речь. То есть, о, о, вы имеете в виду, что он упрямый, или вы что-то еще имеете в виду. Вот. Но, опять же, здесь важен контекст. Если ваш муж всегда был таким, то я сильно сомневаюсь, что он вот, ну, возьмет и поменяет. Я сильно вот сомневаюсь. Я надеюсь, что вы, ну, тоже не ждете и не ожидаете того, что он изменится для того, что он будет вести себя как-то по-другому. Вот. Поэтому, хотелось бы, конечно, конечно, здесь несколько поподробнее узнать, что вы имеете в виду. Потому что, эээ, чувствуется, что это может быть какой-то, какой-то контекст. Вот, да. Эээ, возможно, есть, эээ, некоторая история. Вот. Но мы эту историю не знаем, потому что, эээ, мы видим только, вот, вершину айсберга, условно говоря. Эээ, ну, в этой вот, эээ, ситуации. Дальше. Эээ, так. Значит, не идет на некий выступ, ведет себя как сухарь. Ну, эээ, я повторюсь, что вы выбрали такого человека, да? И, если, эээ, в другое время. Эээ, если раньше человек вел себя по-другому. Вот. Ну, например вам, если вам там, условно говоря, эээээ казалось, например, если вам казалось, что он вел себя себя раньше и раньше об этом представил. Например, как у некоторых людей, у некоторых пар бывает такая вещь, что после, например, того как люди женятся, ну, начинают жить вместе, вот. Один из партнеров, как правило, это мужчина, вот, он становится более холодным. И это свидетельствует о том, что в отношениях отсутствует, так сказать, личностная составляющая. То есть, в отношениях? Нет. Ничего, кроме гемберных взаимодействий. И как бы отношения строятся на том, что женщину нужно покорять. Вот. Собственно, она покоряется. И всё. И дальше, как бы, уже ничего не идёт. Понимаете? Да? Я надеюсь, вот, что я имею в виду, но о чём я пытаюсь сказать. Поэтому тут вот тоже такой достаточно разный момент нужно учитывать. Вот. Дальше. Так, надоел играть в водные вороты, постоянно сами просят ласки. Ну, опять же, да? Вопрос. Как вы просят ласки? Вот. Ну, конкретно. Как вы просят ласки? То есть, что, когда вы просят ласки. Понятно, что вы просят ласки или посыл какой-то другой. Потому что, когда, например, вы говорите, что, там, условно, там, ну, не знаю, там, мне тебя не хватает или что-то такое, да? Вот. Это немножечко может, ну, считываться по-другому и восприниматься это может по-другому. Вот. Поэтому тут вот очень, очень важно этот момент, ну, фиксировать. И опять же, вы говорите, что надоел играть в водные вороты. И, и, в принципе, я вас понимаю. В принципе, я вас понимаю. Но момент здесь какой. Всегда ли вы играли в одни вороты? Всегда ли вы выступали инициатором или нет? Что вас поменялось? Что вы перестали, образно говоря, этого хотят? Вот. Наверняка, что-то изменилось. У вас как минимум, что надоело. Вот. Надо бы обратить внимание на это. На то, что изменилось. Дальше. Знаю, многие мужчины не так, как женщины, проявляют эмоции изъясненно. Откуда вы знаете? Энна. Сейчас еще вы сделали такой вывод. Вот. И важный момент. А не в этом ли вы выбрали? Вы выбрали себе мужчину. Ну, то есть, вот, не в такого ли представления. Вы выбрали себе человек. Потому что, если вы говорите, что мужчина, ну, вы знаете, что мужчина более сдержан. То вот, пожалуйста, мужчина более сдержан. Вот. Поэтому, то, что вы думаете, то и получается здесь. Дальше. Также нельзя постоянно вести себя. Ну, опять, простите. Нельзя кому? Ну, что вы здесь уже, знаете, как родители. Ну, больше. Вот. То есть, нельзя же вести себя так постоянно, говорите вы. Кому нельзя? Ну, мужу нельзя. Ну, он вроде бы, он вроде бы так себя ведет. Разве нет? То есть. То есть, вы не получаете, получается, не принимаете, не принимаете его таким, как он есть. Вы в глубине души надеетесь его изменить. Вот. А это не получается, не получается, к сожалению. Дальше. Дальше. Так. Как поступить мне до данной ситуации? Чтобы что? Можете завести друга мужчины общаться с ним в свою взрывность? А вам не кажется, что? А вам не кажется, вот, что завести друга мужчину, ну, вот, в таком ключе? Это больше про манипуляцию. Вот. Мне кажется, либо, что манипуляция может привести к, ну, к обратной истории, ну, вот, когда человек просто, ага, перестанет, к примеру, вам доверять. Вот. То есть, тут вот, такой есть аспект. То есть, почему не напрямую это? То есть, вы как будто, ну, против искренности. Искренности. Вот. Вот. Мне так, по крайней мере, показалось. Дальше. Зачем вызывать ревность мужа? Чтобы быть для него более значимым. То есть, вам, вам, вам хочется быть более значимым. Значимым. Для, для него. Вот. Вам хочется, ну, быть, ага, быть более важным для него. Ну, почему вам хочется быть более важным для него? Как это? Что же вам хочется для него быть более важным? Укладывается в контекст ваших отношений. То есть, всегда ли так было? Или, когда, или когда-то было иначе? Когда-то было, было, ну, по-другому? Ну, вот. Если, было, по-другому, то, надо это поисследовать. Вот. То есть, когда, а, ситуация начала меняться. Вот. Когда вы начали чувствовать несоответствие. Я читал когда-то, что это помогает в таких ситуациях. Где читали-то? Вы знаете, что многие мужчины и женщины не так, что многие мужчины не так, как женщины, проявляют эмоции. Вы знаете, что нужно вызывать ревность. Для этого нужен друг мужчины. Откуда у вас такие знания? При том, что вы сами не чувствуете себя важными для мужчин. Вы нуждаетесь в ласке и так далее. Не кажется ли вам, что то, что вы знаете, не приближает вас к вашей цели? А, может быть, даже наоборот. Пыталась поговорить, но только очевидчивость или делать вы что-то не слышите и так далее. Спасибо заранее за ответ. Как пыталась, пыталась, пыталась поговорить с мужем. Вот. Ну, в смысле, вот. Как пыталась рассказывать, то есть, что говорили мужу своему. Вот. То есть, в какой форме это было. Вот. Это достаточно важно. Вот. Потому что, если вы выбираете форму некорректную, да, то, соответственно, вас не слышит. Вот. Вполне может быть. Такая история, что вы выбираете форму общения, форму, ну, форму выражения, выражения. Эм. Довольство того, что вам хочется, эм. Так, чтобы вас не услышало. Эм. Чтоб чувствовать себя непонятой. Чтоб чувствовать себя жертвой. Вот. Я вас сейчас ни в коем, ни в коем случае не обвиняю. Просто говорю, что очень часто бывает вот такой сценарий поведения, что я вот, например, не достойно внимания мужчины, да. Я боюсь там быть отверженной. Вот. И чтобы не появилось вот это вот ощущение того, что я могу быть отверженным, чтоб меня не отвергли. Я, с одной стороны, внимания требую к себе. А с другой стороны, делаю все, чтоб мне его не давали. И вот очень важно зафиксировать этот аспект. Что, нет ли у вас такого, что вы полубессознательно стремитесь к тому, чтобы, эм. Ну, чтобы оказаться вот в таком состоянии, когда вас не понимают и вы получаете, э, для себя, э, возможность, эм. Ну, действовать, э, каким-то, э, другим, э, способом, да. Которым, которым бы вы не стали действовать, если бы не получили разрешение. Вот. История про, э, э, про другого мужчину, да, про друг, ну, про друга, э, про друга мужчину. Вот. Вот. Она, мне кажется, появилась не на ровном месте. Вот. Поэтому, э, вы, здесь, здесь, здесь я бы очень хотел, э, обращать ваше внимание на данный аспект. Что, вот, не генерируете ли вы, э, сами, э, вот, такой, э, э, сценарий, э, развития отношений между вами. Вот. А, потому что, если это ПАК, то, э, вам нужна помощь именно в корректировании, э, э, ну, вот, э, э, в целом, э, э, своей позиции, такой вот. Что, это�� Э한, ээ и, ээ чет, э, б��еal, э, вуднажный уж, эсерщике, ээчкейские, ээ, ээ цау Boo. Ап -... это castle от вашей модели, вы видите, вот так. Таким образом, первое, что нужно, это выяснить, выяснить. Какова ваша сложность, ваша боль, с чем эта боль связана, вот нехватка на обратной связи. От вашего мужа, да, именно вот нехватка. Какой ваш внутренний конфликт с этим связан? Задача увидеть его. Задача разобрать его, прожить боль, которая связана с этим конфликтом и, значит, привести его в такую адекватную форму, скажем так. Это не всегда просто, конечно, но, тем не менее, никто не говорил о том, что это должно быть, должно быть просто, вот, к сожалению. Следующий момент, значит, научиться, научиться выстраивать отношения с мужем. То есть, научиться отслеживать свои чувства, вот, свои эмоции, научиться отслеживать. И научиться их выражать. Без обвинений, как вы уже, наверное, догадываетесь. Да, без обвинений, без вот таких ноток, претензий, чтобы именно претензий не было. Вот, чтобы это было больше выражения ваших проживаний, своих собственных. Следующий важный момент, это обращение внимания на свою жизнь, на генерацию в себе самой ресурса, вот, и наполнение себя им. Это очень важные детали, очень важные моменты, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. И, собственно, работа, которую вы будете проводить, она начинается с этого. А дальше уже, вы смотрите по ситуации, вы смотрите, может быть, может получится привлечь в работу и так далее. То есть, вариантов здесь уже достаточно много. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! В следующий раз. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...